Я делал вопросованные вещи, и экстраординарные вещи. Ревел в твоем время! Я делал вопросованные вещи, и экстраординарные вещи. Я делал вопросованные вещи, и экстраординарные вещи. Он может быть ужасающий, но она также пронзительна. Сейчас, конечно, все эти грабежи и убийства все еще кажутся перебором, но все же мы его понимаем. Барбосса просто хочет снова быть живым. Я чувствую ничего. Не лёгко на моем лице, не лёгко на море, не лёгко на пыль. Вы должны начать вернуться в христианские истории, мисс Тернер. Ты в один. Номер 9. Джобу Тупаки. Всё везде и сразу. Джобу Тупаки – страшное существо, которое хочет уничтожить Вселенную. Однако в глубине души она также является дочерью женщины, которая слишком сильно давила на неё, расколов её разум и приведя к безнадёжному, нигилистическому мировоззрению. После того, как её мать Альфа Эвелин узнала о прыжках в пространстве, она провела эксперимент на собственном ребёнке. Джобу прыгает по вселенным в поисках смысла, но быть сразу во всех мирах – это не быть ни в одном. Она создаёт похожую на чёрную дыру Бейгл, но не для того, чтобы покончить с мультивселенной, а для того, чтобы прекратить собственные страдания. Зная её историю, ей легко сочувствовать, кто же не хочет найти смысл и своё место под солнцем. Хан – один из самых грозных злодеев, с которыми когда-либо сталкивался экипаж Энтерпрайза. Он, по сути, сверхчеловек. А ничто так не мотивирует человека, будь то злодей или герой, как друзья в опасности. Кирк и Спок, пожалуй, понимают это лучше всех. Они идут на всё, чтобы спасти друг друга, а также остальных членов экипажа. На самом деле, Хан тоже делает именно это. Его люди оказались в плену, или, скорее, в заложниках у Звёздного флота. Средства Хана могут быть жестокими, но он делает то, что считает необходимым, чтобы освободить свой народ. Во многих фильмах звучит общая тема о том, что люди представляют угрозу для самих себя и Земли в целом. И вот появляется злодей, который считает, что людей нужно контролировать или даже уничтожать. Безумный Титан действует именно так, только в гораздо больших масштабах. В сознании Таноса он — герой, спаситель, который спасает развитые виды от самих себя. Щелчок — это быстрое решение. Конечно, к счастью, не все из нас хотят совершить массовое убийство, чтобы решить проблему. Цель не оправдывает средства. Но в одном он прав. Похоже, мы действительно уничтожаем окружающую среду, и что-то должно измениться. Только, знаете, не ценой жизни половины всего живого. Номер 6. Старый Джо. Петля времени. Итак, попытку убийства ребенка невозможно оправдать. Однако давайте посмотрим на мотивацию старого Джо. Это напоминает древний вопрос. Если бы вы могли вернуться в прошлое, и убить кого-то ответственного за бесчисленные смерти до того, как он совершил какое-либо злодеяние, вы бы это сделали? Старина Джо пытается остановить шамана, который станет криминальным боссом, убьет всех луперов и убьет жену Джо. Даже если вы не согласны с его действиями, легко понять его причины. Если покончить с шаманом до того, как он станет шаманом, это сохранит множество жизней. Он здесь. Он живет здесь. Сейчас. В этом городе. И я буду использовать это, чтобы найти его. И я буду убивать его. Номер пять. Азимандия. Хранители. Ничто так не объединяет людей, как общий враг. И никто не знает этого лучше, чем Азимандия. В этом и заключается его план. Во вселенной Хранителей холодная война достигла той точки, когда ядерный Армагеддон неизбежен, а обоюдное гарантированное уничтожение не за горами. Азимандия считает, что единственный способ остановить нас от борьбы друг с другом – это дать нам кого-то, с кем бы мы могли бороться вместе. Он организовывает разрушительную атаку на несколько городов, обвиняя в этом доктора Манхэттена. И это действительно срабатывает. США и СССР заключают союз. Это еще один запутанный случай, когда цель явно не оправдывает средства. Но мы понимаем мотивы Азимандия. Номер четыре. Генерал Фрэнсис Хаммелл. Скала. Трудно поверить, что Хаммелл вообще считается злодеем в этой истории. Все, чего он хочет, это чтобы семьи его погибших товарищей получили справедливую компенсацию за их смерти. Правительство США отправило их на войну, пообещав, что об их семьях позаботятся, а затем нарушило это обещание. Хаммелл снова и снова пытается поступать правильно, но в итоге берет ситуацию в свои руки. Да, он держит в заложниках множество невинных людей и грозит еще большему числу, но на самом деле он не собирается доводить дело до конца. Он просто хочет, чтобы правительство выполнило свои обещания. Номер 3 Килмонгер Черная пантера Хотя на первый взгляд Килмонгер может показаться жаждущим власти, его мотивы действительно благородны. Он имеет ваканское происхождение, но его бросил собственный народ. А потом он вырос в мире, который рассматривал его как гражданина второго сорта. Мы понимаем, почему Ваканда хочет сохранить свои технологии в тайне. Исторически сложилось так, что люди злоупотребляют властью. Но сидеть, сложа руки и смотреть, как люди страдают, когда у тебя есть возможность помочь, тоже не лучший вариант. Да, Килмонгер делает ужасные вещи, чтобы получить то, что он хочет, но легко понять его мотивы. Это еще один злодей, который идет на крайние меры для достижения своей цели. Но вы можете понять, почему. Цель Цезаря, мир между обезьянами и людьми, достойна восхищения. Но у Кобы был другой жизненный опыт. В то время, как Цезарь стал почти что приемным сыном отзывчивого человека Уилла Родмана, Коба подвергался насилию, мучениям и экспериментам. Когда Коба обрел разум, чтобы понять, что с ним произошло, избежать его ответной реакции стала самозащита и защита всех обезьян. Так почему после всего этого он должен доверять людям? Цезарь нет места здесь. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Учитывая его прошлое, а он пережил концлагерь времен Второй мировой войны, у Эрика Лэншера не самые приятные воспоминания о том, как его заносили в списки или считали опасным. Магнета хочет, чтобы мутанты боролись против угнетения и имели те же основные права и свободы. Конечно, его методы переходят все границы. Использование своих способностей для контроля и причинения вреда людям не лучший способ доказать, что ты неплохой. Но почему он должен принижать себя, чтобы другим было удобнее? Если смотреть фильмы в хронологическом порядке, то можно увидеть, как с годами меняются его мотивы, превращаясь в своего рода мутантскую элитарность. Но в основе своей он просто парень, сражающийся за свой народ. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok